Приходит гинеколог к нам и говорит, видите, говорит, я хромаю. У нас там тема занятия была, климакс, как раз как тема видео. Видите, говорит, я хромаю. Мы такие, ну да, и что? Он такой, я уже год хромаю, это после перелома. Кость толком не хочет зарастать, слабость, связки тоже были повреждены. Хромаю. Мы такие, ну и чего? Он такой, это у меня эстрогенов в организме мало. Группа, мягко говоря, в удивлении, типа, причем есть мужчина эстроген? Он такой, ну вы что забыли? У каждого есть и мужские, и женские гормоны. Просто пропорция разная, и их пропорции определяют как бы вторичные половые признаки. Мы такие, а, ну да, ну да, действительно. Ну, у студента вообще как бы все знаю, только ничего не помню. Ой, забыл-не учил. Ну, все как бы нормально к этому относятся, ничего страшного. Начинаешь практиковать, знание начинает разворачиваться, как бы прорастать в своей голове. Ну так вот, мы такие, ну ладно. Ну, типа, вы же знаете причину, в чем проблема? Ну, такой, а вот проблема, и дальше начинается тема занятия. Так вот, времени осень, и сейчас я нахожусь в Сочи, и если вы видите, то листва в целом зеленые. Здесь вот у меня два дуба рядом, и почему-то обломана вот эта ветка. То есть лист один зеленый, ну, практически, вот, а эти уже, ну, вот, все, все уже, уже их нет. При этом в Москве сейчас листвы на деревьях нет вовсе, вот, и два раза уже сыпал град. Ну, разумеется, как бы он не лежал нисколько, но тем не менее. Да, можно сказать, что это климат. Климат определяется там широтой, то есть дальностью от экватора к полюсам. И, мол, типа, вот поэтому такая большая разница. Ну, вот, с другой стороны, а почему в Европе относительно северно расположено, относительно тепло? Ну, да, там скажут климатологи, вот теплое течение, значит, Гольфстрим ее вот обогревает. Я говорю, прекрасно. Но если взять вот эту модель и переместить, допустим, на, ну, больше на женском теле, больше на женском теле, потому что об этом разговаривают, то есть климакс, женское понятие. Ну, к мужчинам тоже относятся, но немного иначе, там свои корректировки. Так вот, я говорю, почему одновременно в одном и том же городе, если мы говорим там про какие-то внешние условия, и существуют абсолютно разные женщины, то есть в одной и той же географической точке, в одних и тех же условиях, и с одним и тем же уровнем дохода, и даже могут они вместе работать. То есть, ну, казалось бы, ну, сколько может быть разных факторов, все одинаковые. Так вот, одна женщина может иметь климакс в 40, а другая в 55 или даже в 60. И рационально, что та, которая имеет его позже, она имеет нормальные там все вот эти вот гормональные явления, циклы у нее все работают, она выглядит свежее. То есть никто там 55-летний, там ей, допустим, ну, 42, допустим. Вот, и на правках у меня бывают периодически. И так я вот по улицам замечаю. В чем разница? Если в случае с климатом это определено географически, то в случае с людьми это определено практиками, то есть изнутри. То есть внутренний климат, если можно позволить себе такую аналогию, зависит так же, как и внешне, от энергии огня, тепловой. Это форма применения сексуальной энергетики. Это энергия воды. Это тоже внутри человеческого тела, тоже форма сексуальности. И сейчас сформулируем несколько принципов для того, чтобы половая жизнь была здоровая. То есть, соответственно, климакс был дольше. То есть, соответственно, дольше будут жить те, кто это будет применять. Ну, мы, конечно, не будем учитывать там травмы и все остальное, всякие резкие факторы, но вот изнутри, то есть по количеству жизненной силы. То, что я говорю, вполне себе подтверждается. То есть ни для кого не секрет, что через 10 лет после, ну, скажем так, выключения половых гормонов, либо идет гормонозаместительная терапия, то есть гормоны все равно внутрь поступают, но снаружи. Либо через 10 лет тело разрушается, это срок дожития, это вполне себе медицинский факт. Разумеется, никто это студентам просто так не раскрывает. На всех там, на первых полосах газет нет рубит, но это факт. Это можно почитать в публикациях. Первый и один из самых важных аспектов заключается в том, что представления о себе должны быть освобождены от внешних норм. То есть, почему я, допустим, вообще рассказывал про планету, про климат и про все остальное? Потому что для одной и той же самой Земли, вот сегодня там, какой у нас сегодня, господи, вроде бы 2 октября, ну, в разных точках планеты это абсолютно разные даты, хотя календарь один и тот же. И как я говорил, что две женщины могут даже работать вместе, там жить в одном городе и все остальное, у них календарный, то есть паспортный возраст может быть абсолютно одинаков, но внутренний климат, то есть внутренний баланс энергии абсолютно принципиально разный. Причем здесь календарь. Правильно? Правильно. Сколько женщин после 40 не разговаривал, каждая вторая уверена, что мне пора. Я такой, чего пора? Она такая, ну, климакс скоро, все дела. Я говорю, так, позвольте, с каких это пор климакс 45 стал нормой. Мы начинали учиться, климакс был нормой к 50, то есть к 50 вроде как все пойдут. Я говорю, как 50 превратились в 45? Они такие, ну, после 45. Я говорю, ну, вы понимаете, что к 50 это как бы 49, а после 45 это 45-46. Я говорю, вы понимаете, что несколько лет просто жизни у вас так на уровне установок забирают, причем я не думаю, что со зла просто часто повторяющаяся практика, ну, вот чего-то там говорения. По сути это самовнушение. Кто-то кого-то чего-то недопонял, молодые пришли, не так поняли предыдущих, допустим, своих учителей, а в итоге, а в итоге женщины начали себе внушать, мне пора. Так вот первая практика, она отрицательная, то есть мозги нужно от этого освобождать. Но это если вы, конечно, хотите. Вторая, тоже пока того, чего, значит, нельзя проговорим, секс с мужчиной, который вам неприятен, либо секс без оргазма, ну, короче, норм оргазма, то есть хотя бы каждый третий, если оргазмом заканчивается, то считается как бы все хорошо, то есть с точки зрения гормональной системы идет как бы финиш, завершение, переход как бы на новую стадию. Это все психо такие эмоциональные, но вместе с тем переходящие в гормональную и медиаторную среду как бы уровни. То есть просто запомним правило, то есть каждый третий хотя бы лучше, конечно, каждый должен заканчиваться разрядкой, тогда все хорошо. Если, допустим, это как надо, да, и с противоположной стороны, бывает, что женщины вообще ничего толком не испытывают, вообще иногда отвращение испытывают к сексу, но супружеский долг наносит урон себе, женщине, если так делать, то, соответственно, если вы хотите удлинить срок, скажем так, использования гормональной системы, хотя в принципе это практически верно, то так делать нельзя, либо в удовольствие, либо лучше не трогать. Почему я говорил, что, допустим, огонь – это одна форма использованной сексуальности, вода – это другая, огонь горячий – это активная сексуальность, то есть возбуждение, огню нужно тогда топливо, либо холодная, спокойная вода, то есть женщина, которая, допустим, не испытывает каких-то возбудителей, хотя я говорю, к мужчинам на самом деле тоже относятся. Вода и вода. В состоянии воды сексуальность может храниться годами, если у тебя нет раздражителей, и ты не думаешь ни о чем, живешь вообще на природе, вот такие долгожители, есть их достаточно много, вот и по здоровью у них все хорошо. Но если холодная сексуальность активируется, она становится огнем, вот тогда нужно топливо, и тогда она должна догорать, то есть реализовываться. Надеюсь, понятно объяснить. Так, это значит, два чего нельзя, то есть надо. Регулярность самих оргазмов. То есть, если вы хотя бы раз в неделю их получаете, то идет как бы определенная цикличность этого процесса. Мы как бы находимся в городах, и вот эта вот тема, что если ты не получаешь возбуждение, то вроде бы у тебя все хорошо, но как не получаешь? То женщина сама наденет там джинсы в облипку, то мужчина там футболочкой подтянется, то еще где-нибудь там плакаты вот эти все. Это все равно очень сильно капает на подсознание. Сознание вроде бы не воспринимает, но на подсознание это капает. И это разбалансирует сексуальность. Она должна в норме храниться холодно и спокойно. И, скажем так, по делу активироваться и циркулировать по каналам. В городах получается не по делу. Поэтому контроль внимания в сторону, то есть либо мы спокойны, либо тогда со своим партнером в удовольствие по полной программе. Вот эти вот туда-сюда ни к чему. Ну, как в анекдоте, если знаете. Про фригидную женщину. Ой, ладно, расскажу. Фригидная женщина со своим мужем занимается. Значит, сексом вроде легли, он вошел. Там она через 5 минут ему. Слушай, ты либо войди, либо выйди. Вот эти туда-сюда меня раздражают. Если, допустим, анализировать с точки зрения темы, о которой мы говорим, то ее это, скорее всего, не раздражает. А просто либо мужчина не ее, либо она в свое время настолько раздергалась, что теперь у нее, грубо говоря, запаса нет, ей нечем возбуждаться. Но, скорее всего, первое, что мужчина действительно раздражает. То есть, как говорится, нет холодных женщин, есть неопытные мужчины. Так вот это вранье. Нет холодных женщин, есть женщины, которые выбрали не своих. Если ты выбираешь своих, вот там, вот эта женщина. Таких я тоже, кстати, историй знаю. Состояние физического тела, то есть, в первую очередь, состояние кровоснабжения. Малый таз, ноги и в целом крово- и лимфоток. То есть, я, допустим, ну, как говорю, что там направку потом на ходьбу, это программа минимум, если хотите больше, то больше. Вот, в целом, это, да, вполне себе применимо. Если там направку нет никакой возможности, то, опять же, регулярное вытяжение, там, отвес, три валика. Вот, ну, в принципе, можно на массаж, ну, в качестве поддержки. В общем, тема, на самом деле, большая. Нас интересуют крово- и лимфоток. Он должен быть регулярным во всех частях тела.